ребята всем привет в комментарии был задан такой вопрос купил автомобиль с механической коробкой передач человек спрашивает в какой момент надо менять масло значит что могу сказать тут ситуация 2 если у вас новый автомобиль вы соответственно должны по регламенту узнать вашем сервисном центре где вы брали так как автомобиль у вас на гарантии должен быть и соответственно там скажут когда надо менять и когда не надо вообще я всегда советую после покупки автомобиля заменить все горюче-смазочные материалы все фильтра и от этого момента начать свой отсчет завести там журнал книжку бумажку не 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 важно что где вы будете фиксировать по пробегу что вы меняете что вы делаете это обязательно на был автомобиля ну а если вы купили автомобиль и отъездили на нем после всех замен какое-то определенное время вы должны для себя уже решить то есть знать по инструкции через сколько меняется но бывают такие нештатные моменты когда вдруг происходит какая-то внештатная ситуация ну во первых если вы ездите на автомобиле с механической коробкой передач соответственно вот машине привыкли вы ее знаете если вы в какой-то момент почувствовали что у вас стали туго переключаться передачи вам не надо долго тянуть этот момент а обязательно надо разобраться почему это происходит то есть и по возможности сразу произвести замену масла во многих случаях это помогает потому что возможно что-то с маслом пошло не так возможно у вас происходит утечка масла из коробки вы этого не видите соответственно когда уровень масла в коробке падает ползуны уже не смазывается вилки начинают под заедать соответственно рычаг вам уже приходится дергать с наибольшим усилием то есть кто с этим столкнется тот поймет о чем я говорю ну и соответственно если вы вдруг в какой-то момент услышали какие какой-то появился звук то есть какой-то вой непонятные какие-то вам звуки соответственно вам также надо ехать на станцию и чтобы вам не говорили что вот завыли подшипники всех она коробки надо перебирать ее первым делом прежде чем и отдать в ремонт вы должны поменять масло проехав после этого вы уже поймете если уже действительно износ подшипников там такой то до переборка если же все пропало то опять же проблема скорее всего а точнее она и была в масле так что думаю кому-то это видео будет полезно на этом прощаемся ненадолгое время ставим лайк подпиской и всем всего хорошего пока